К встрече с главой района ветераны подготовились. Владимир Павлович Самароков захватил с собой гармонь, чтобы беседа была душевной. Владимир Нестеров пожимает руку каждому ветерану. Особые знаки внимания Александре Михайловне Мельниковой, единственной женщине среди приглашенных. Глава рассказывает ветеранам о том, как будут праздновать в городе День Победы. Место проведения будет наша основная трасса. Да, это городское шоссе. Ну, а место размещения три года можно чуть-чуть там, как говорится, сместить. И увеличить ее. Затем беседа перетекает в другое русло. Ветераны сетуют на то, что не хватает средств охранить своих боевых товарищей. Ветеран на похору дает только тысячу рублей. И с такой пенсией набрать денег очень-очень трудно и тяжело. Солдаты Великой Отечественной говорят о том, какие изменения в их жизнь внесли социальная и жилищно-коммунальная реформы. На что Владимир Нестеров сообщает приятную новость. При статке совместных усилий наших коммунальщиков, специалистов от общественности, так называемый комитет спасения или, как мы говорим, согласительная комиссия, изыскали действительно резервы. И вот на комиссии должны решить, что тарифы будем снижать. Насколько процентов и прочее, так сказать, посоветуемся. Затем глава района поделился с ветеранами своими планами по благоустройству города, улучшению работы районных служб, обслуживающих население. Беседа получилась искренней и непринужденной. Мы очень рады этой встрече, благодарны Владимиру Андреевичу, что он нашел нам время с нами пообщаться. Мы получили хорошие ответы на наши вопросы, которые нас интересовали. В завершении Владимир Нестеров вручил ветеранам поздравительные письма от себя и губернатора области, а также единовременные денежные выплаты к юбилею Победы.